Состоялось выездное расширенное заседание Комитета по транспорту ЖКХ Законодательного собрания. Делегация областного парламента во главе с заместителем спикера Александром Клиновским и председателем профильного комитета Станиславом Петрушенко проехала по одному из маршрутов, посетила офис транспорта Верхневолжья. Тему продолжит наш корреспондент. В ходе общения министр транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов подробно рассказал парламентариям о нововведениях, которые уже успешно работают или будут запущены в ближайшее время. Так, например, недавно внедренная система медосмотроводителей с помощью телемедицины позволила сократить этот процесс до полутора минут. Хорошо себе зарекомендовали и видеокамеры в салоне автобусов. Очень помогает система видеонаблюдения при каких-то ситуациях, там, кульганских действиях, каких-то там других противоправных действиях в автобусе. То есть всегда мы можем предоставить информацию для правоохранительных органов, всегда мы можем просмотреть видеоконтент в случае совершения дорожно-транспортного происшествия. Очень востребовано у пассажиров мобильное приложение «Волга». В настоящее время его пользователями стали 250 тысяч жителей региона. С его помощью можно оплатить проезд, построить маршрут, узнать расписание, найти нужную остановку, увидеть местонахождение автобуса и ожидаемое время прибытия. С помощью искусственного интеллекта ведется и борьба с зайцами. Для этого используется так называемая система прогнозирования очагов появления безбилетных пассажиров. Система в реальном времени получает информацию с датчиков пассажиропотока, сопоставляет с информацией от системы оплаты проезда. Пассажиры минус оплата равно кто? Зайцы. В эти очаги точно направляются контролеры для наведения порядка. Повышению доходной базы предприятия должны помочь и поправки в закон Тверской области, об административных правонарушениях. В частности, введена ответственность за нарушение порядка оплаты, перевозки детей, багажа, право за ручной клади, а также право на бесплатный и льготный проезд. Мы недавно приняли закон, внесение закон об административной ответственности, где увеличиваются штрафы. Вот это мы тоже сейчас смотрим. То есть смотрим, как работает система оплаты. Не будут ли какие-то сбои для того, чтобы уже ее запустить полностью, вот эту систему. И действительно, мероприятие такого плана, я считаю, что надо проходить. Мы пообщаемся здесь и с водителями узнаем их проблемы. Мы смотрим, какие-то надо вносить или не носить. Вот эти моменты мы тоже все обращаем внимание. На конечной остановке в микрорайоне Мигалова депутаты осмотрели подвижной состав, который ежедневно перевозят пассажиров в Твери. Пообщались с водителями, ожидающими выезд на рейсы. Также парламентарии посетили офис транспорта Верхневолжья, где провели заседание профильного комитета. По итогам разговора депутаты отметили, что предприятие успешно работает, делая Тверскую область одним из лидеров в данной сфере по стране.